здравствуйте приветствую вас на канале про цветов сегодня мы поговорим о томатах вот почему потому что зимой мы закупаем семена и что выбрать так вот знаете что сейчас очень много томатов созданы селекционерами особенно российскими для ленивых огородников но это не говорит о том что эти томаты имеют маленькую урожайность во первых эти сорта не надо подвязывать это уже самое основное не надо искать колья то есть не надо искать какие-то опоры для того чтобы подвязать эти сорта второе что немаловажно что эти сорта не требуют посынкования то есть посадили и забыли не надо посынковать только жди только жди урожая ну и самое главное конечно высокая урожайность один кустик дает до двух с половиной килограмм с куста то есть 1 метр квадратно он собрать 10 килограмм плодов к тому же большинство сортов устойчивы к основным болезням томата и даже фитофтора который обычно повреждает томата для этой группе сортов не страшно потому что они отдают свой урожай до прихода фитофторы поэтому как бы одни плюсы от этих томатов что же такие за чудо томаты которые я советую вам посоветовать на своем огороде я выражу их уже не первый ход и поэтому вам назовут лишь некоторые сорта почему лишь некоторые сорта потому что например фирма тоже гавриш московская она создала 10 сортов не пас 1 не пас 2 не пас 3 4 не пас 6 7 9 10 то есть 10 не пасов не пас инкуешься значит ну и номерной но другие фирмы как бы тоже подхватили эту эстафету но не каждому не пасу слова первое не пас осталось а там уже дали не пас розовый не пас не пас красный не пас желтым кабыль до покраска чтобы легче ориентироваться ну таких не пасов как бы не пас 6 но вот не пас 6 ведь это кот интересный тоже за эти гибриды оригинальных не пасов нас плоды 70 90 грамм то есть плоды не в это гибриды не очень крупные они паса 70 90 грамм ну и гроздями у каждой грозди 34 плода вот поэтому и урожайность объяснял и что надо двух с половиной килограмма с куста ну очень нравится конечно не пас розовый и вот это сорта уже рассказывал его 60 70 грамм плоды они очень вкусно как свежем виде они у кусты консервации они может быть не крупные ну они очень урожайные и удалит врат вкус самого любого огородника ну если вам хочется закатать непосынкуешься томат вот непосынкуешься засолочный 50 80 грамм сливки грозди грозди сливок прекрасно грозди сливок просто украшают это растение соответственно не надо думать что они пригодны для сильно плод на консервирование кто-то их можно закатать и целиком вот но не вкусные в свежем виде и думать что не только консервные помидоры они во всем без 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 подобных с подобным ну еще более интересным томата безрассадный томат безрассадный чем интересен что 50 все 80 грамм его плоды очень урожайные очень усыпанные но тут же смысл вот этого томата в чем в чем заключается что его можно вырасти даже посевом семян грунт то есть сорт ультра скороспелый то есть если вы живете в среднем полосе как нашего беларусь находится у вас есть полные шансы выращиваете томаты в открытом фунте даже минуя рассаду конечно при помощи рассады урожай получится более ранний тут я как бы от него перескочил все эти томаты если вы будете выращивать на рассаду то они к высадке рассады 60 дней они имеют уже цветочные бутоны и может один-два пасыночка но я как и объяснял пасыночки в этих сортов не у не удаляем ну точно также познакомимся дальше с томатами будем смотреть ультра скороспелый томат видите тоже ты сама что можно выращивать без рассады 65 90 грамм плоды хотите желтенькие можно 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 посадить желтенькие желтоплодные томатики видите 70 100 100 грамм ну и что дальше закончить пройти томаты немного посмотрите пожалуйста супер клуша супер клуша 150 200 грамм даже 250 отдельные плоды бывают такие вкусные томатики то есть на земле лежат просто к созвездия таких плодов очень вкусных очень ароматных ну и конечно же самый такой уже крупняк если вас уже хочется чтобы вот именно кого-то удивить крупными плодами все это красный красный штамбовый у него плоды вырастают 600 грамм то есть его можно по размеру плодов сравнить с бычьим сердцем ну особенности с томатов значит что они скороспелые поэтому рассада высаживается до срока посадки и салатами 6 65 дней нас томаты и таки больше на что он что они любят значит раз они не посынкуются не подвязываются они любят питание их можно смело подкармливать как минеральными так и органическими удобрениями потому что сила им надо сформировать на маленьком растении огромную массу плодов поэтому обязательно мы их подкармливаем поле поливаем эти томаты ну и также я вот заметил своего опыта что эти томаты очень любят мульчирование ну во-первых мульчирование еще помогает и проседует такую цель я мульчирую соломой плоды потом когда созревают ложатся на солому и влады во-первых не пачкаются то есть проходит дожди даже при поливах грасят скакивать а так плоды на салоне получается чистые и очень хорошие вот все эти томаты если вы посадите на своем участке в этом году обратите внимание нас вы без всяких забот без хлопот будете иметь приличный урожай и как для потребления в свежем виде и как для консервирования даже с них можно который крупноплодных томаты сделать соки то есть эта серия для открытого грунта вами сами на появится и вы отдадите предпочтение перед теми старыми сортами которые вы выращивали на своем участке а самый широкий ассортимент томатов можно купить интернет-магазине про цветок там можно найти томаты не только для открытого грунта можно найти прекрасные сорта для теплиц которые порадуют очень высокой урожайностью до 10 12 килограмм с куста то есть заметить что можно стану куста собрать ведро томатов и это все сорта адаптированы для наших условий которые хорошо растут наших условиях проверенные сорта поэтому заходите в наш интернет магазин и тогда следующий год 24 вас будет помидорный и очень урожайный чего вам и желаю до свидания